доброго времени суток дорогие зрители сегодня расскажу про главный секрет игры war thunder о котором никогда никто из вас скорее всего не слышал о котором я за пять лет игры узнал только вчера это было случайно возможно вы увидели то что у нас игре есть палубные самолеты такие как як 38 як что 41 там все американцы почти там какие-то немцы есть британцы и как вообще это все было у меня была обычная катка с этапом warrior и сихоук сижу залепая в телефоне и смотрю краем глаза карта нормандия ну как бы хорошая карта ничего не говорю про нее плохого краем глаза смотрю опа в море появились какие-то точки непонятное и я подумал а что это и сейчас вам покажу что это было вот у меня уже вызванных стоит поля нормандии обычной романдии они ничем не отличаются там просто поле боя чуть-чуть подальше находится и вот главный момент тут есть две команды на карте союзники эта команда которая появится справа на карте и и ось эта команда которая появится слева я буду демонстрировать за союзников потому что этот секрет работает только на них у оси уже свой прикол как мы знаем с исторической точки зрения и не за стремя видно и даже не значит за кнопки такие вылезли ах я посмотрим ну или не посмотрим не суть возможно вы по истории знаете что день в этом как происходил где-то там апрель кажется что-то или март не суть 45 или там 44 год союзники высаживаются в город какой город а в этот самый в город нормандия вот операция там оверлорд день д также прозвали так продолжаем что было дальше дальше союзники высаживались море вот как видим место что союзники красные враги синие для себя удобнее и в общем то вот мы летим такие мы тип можем просто спавниться и вот как видите худшем случае нам лететь там 15-16 километров до поля боя и мы видим авианосцы здесь есть справа вот их там сколько пять штук и типа ну возможно кто-то пробовал них сесть возможно вот что-то получалось но дело то не в этом приземлиться можно на любой авианосец но обратите внимание на самую на одну из самых важных вещей эти авианосцы функционируют только для одной из сторон команды только для одной из сторон конфликта так скажем да вот эта сторона у нас право вот этот это союзники слева ось и есть мы нажимаем кнопку либо вот так можно закликать вот вот либо вот здесь база появления авианосный флот нажимаем сюда в бой и все как видите мы можем начать бой на авианосце это работает и в обычном бою просто в полигоне это проще показывать да и главное главное запомните то что палубная авиация нужна вам в этой игре именно для этой карты вот чисто эта карта у вас большой буст просто вместо там 15 километров вы будете лететь 7 и атаковать противник это легко это не сложно там у многих наций есть буквально целые ветки за исключением также большинства там вот например у франции есть его у японии что до четвертого ранга потом там япония проиграла и там они расстались со всем этим и так далее у других наций по типу там наверное немцев возможно советов будут с этим проблема так как эти страны особо на авианосный флот надежды не возлагали и вот сейчас другого метик покажу тоже связанный с этой картой тоже с этими же авианосцами для удобства я возьму германию из-за самолета который будет более эффективным для данных целей вот когда она закидывает за ось мы этими авианосцами пользоваться не можем даже если вы их посадите вам там напишут то что ли у вас критические повреждения вы не можете от и будет ремонтирована это обычно при неаккуратной посадки бывает если же посадка нормальная то ну вам вам просто откажут потому что вы не относитесь к к их союзникам да как то так ну и вот в чем заключается фишка уже с другую команду за команду оси вот за левых за левых левые могут эти авианосцы уничтожить их тут пять штук один авианосец ну примерно 5000 очков именно вот не возрождение а вот этих вот очки миссии вроде так и не называется а может и не так но не суть по ним в общем-то проходит урон их там можно ну и что жать там как вам удобно вот сейчас мы ходаться 9 закинем по авианосцу сразу скажу вот эти там сверху кабины лучше не стрелять сейчас моему в корпус накинем и увидите как килком там кто-то все он не уничтожится понятное дело пожару вот он там горит все там уничтожаются внутри бум минус 12 человек здесь вообще на самом деле я вчера пробовал его уничтожить он уничтожается это занимает недолго это пять минут примерно но так или иначе вы в бою можете заняться чем-то более полезным чем уничтожением авианосцы который по факту ничего не делает про использование которого никто не знает вот сейчас еще раз его пробуем развалить с нурсов а даже не знаю как это фигню выключить ладно пофиг чем закинул а это хашка уже было ну в общем да как видите их можно уничтожать да за это платье от около 500 очков может чуть побольше чуть поменьше если вы ребята просто реально не хотите там с этими зарко стреляться что такое вы хотите просто заработать очков немного долго но без лишних нервов просто нападайте на авианосца их уничтожать довольно просто вот 500 человек от такого удара ракетного ну пять минут это наверное даже слишком много я просто не знал еще как с ним бороться и так можно уничтожить насколько я понимаю любой авианосец я совсем не пробовал но я думаю было бы странно если было бы нельзя другие да можно все похожи на ну в общем то да на это в принципе видео мое закончено всем спасибо за просмотр ребят подписывайтесь на канал ставьте лайки делитесь там своим мнением в комментариях пишите там ваши фишки которые вы каким-то образом заметили вот всем вам ребят добра мирного неба еще раз спасибо за просмотр делитесь видео с друзьями и всем до новых встреч всем все хорошего пока